Сейчас начала смотреть продолжение сериала без фильтров онлайф. Интересно смотреть, как меняется жизнь героев в новом сезоне. В этом сезоне затрагивается тема марафона желаний. Мне всегда было интересно, работают ли они. И что думаете о таких марафонах? В онлайн-кинотеатре премьер вышли уже две первые серии. Короткие, не больше 30 минут. Я жду нового витка сюжета. А пока давайте посмотрим трейлер. Ты устала надеяться, что найдешь счастье в ком-то другом? Запишись на марафон счастья. И именно ты станешь центром собственной вселенной. Я нелегкодоступна, я просто открытая. Ну один раз у нас сбылось. Да я не знала, что он женатый. Дура несчастная. Да я счастливая. Я чувствую, что я схожу с ума. Вы должны сформировать список своих желаний. Каждую минуту я буду посвящать саморазвитию и любви. Смотрите в онлайн-кинотеатре премьер. Привет, ребята, новый блок. Мы живем до сих пор на даче. Я недавно встала. Сейчас 10.20 что ли? Привет, ребята, новый влог. Мы живем до сих пор на даче. Я недавно встала. Сейчас 10.20 что ли? Будет, наверное, в шоке, почему я так рано встала. Все дело в том, что я записалась здесь на маникюр. Не знаю, что меня ждет. Не знаю, что получится. У меня просто уже настолько все ужасно отросло, что я с ума схожу. А дело все в том, что завтра мы поедем на дачу к Славе. Сегодня, получается, пятница, 4 ноября. Завтра поедем на дачу к Славе. В воскресенье вернемся сюда. И в понедельник соберемся, поедем в Москву. Потому что у нас на следующей неделе дела. У Славы Зубной, у меня там тоже всякие какие-то дела. Это просто ужас. Я уже не могу. Это просто реально кошмар. Я не могу до Москвы дотянуть вот с такими ногтями. Поэтому я решила здесь на даче найти, куда сходить, записаться на маникюр. Причем я знаю, что здесь есть салоны. Я даже в 14 лет как-то здесь ногти наращивала в каком-то салоне. И педикюр делала. Ну, короче, тогда-то уже были салоны. А сейчас-то тем более есть. Вот, я гуглила, смотрела. Там в навигаторе смотрела. Есть не один салон, много прям. Вот, но в итоге я зашла в нашу запрещенку. И вбила маникюр и город, в котором мы сейчас находимся. И нашла где-то 3-4 мастера. Почему я не пошла в салон? Потому что я вчера вечером делала, ну, искала записаться на маникюр. И я подумала, что вряд ли я смогу куда-то записаться. Или еще какая-то фигня. Ну, короче, мне неохота было записываться в салон непонятно куда. Я решила, что я найду мастера, увижу работу и сразу смогу записаться. Ну, как-то лично сразу с человеком скоординируется. И я нашла двух девочек. В итоге им написала. Одна не смогла. Сказала, что занято на завтра все. Предложила мне на понедельник. Но мне такое не надо. Понедельник-то я могу и в Москве сделать. Ну, короче, я сказала, что, ну, к сожалению, нет. Спасибо, тогда не надо. Потому что понедельник мне не надо. Мне надо сегодня, в пятницу, чтобы вот это все убрать. А другая девушка ответила, что у нее есть свободная кошка в 11 часов. Так что, интересно, интересно. Она принимает на дому. Я решила все-таки рискнуть записаться. Но я посмотрела по фоткам. Очень хорошие работы. И комната у нее дома обустроена прям как в салоне. Я накрасилась. Хотя я дня два, наверное, или три вообще не красилась. Поэтому решила сегодня супер-пупер накраситься, снимать влог. Может быть, найдутся сегодня силы снять реакцию даже. Так что, ладно, пойдем на улицу. Пойдем в грейд-машина. Вот, ребята, посмотрите. Снег. Он, конечно, еще такой, знаете, легенький, пушком лежит. Но это вообще уже нифига себе. Там деревья тоже все уже такие снежные. Посмотрите, как здесь, кстати, выросла трава. Давайте вспомним про траву. Да, не, выросло, кстати, ничего в итоге. Да, он такой прям легенький. Я думаю, растает вообще. Смотрите, как красиво. Блин, очень красиво. Типа, знаете, когда не любишь сильно зеленое, если такое нежненькое. Но на деревьях как будто уже подрастаяло. Потому что, когда я проснулась, только посмотрела в окно, было более все снежное. До сих пор дрова у нас тут лежат. Туи наши под снежком тоже. Такая вот я нарядная. Шапки, я не знаю, сколько лет. Миллиард, наверное, просто. Ай, миленькая. Колбаску хочет. Так, я слишком сильно накрасила себе брови. Переборщила. Просто за то, что у меня здесь есть ламинирование, мне хочется максимально их зачесать. А так как у меня есть какие-то пробелы и просветы, которые меня раздражают, мне хочется их максимально закрасить, и в итоге получается вот. Мы круглыми сутками смотрим Великолепный Век. И, конечно, это безумно интересно. И затягивает просто ужасно. У меня есть любимый герой, есть я, кого я ненавижу, понятное дело. Пока мы смотрим, я все же комментирую. Слава тоже комментирует. Возмущаемся. За кого-то болеем. Кого-то просто, типа, так тебе и надо. Кто-то хранит меня постоянно, пропускает без карточки. Ну, узнала. Ты с ним как-то разговаривал о чем-то? Нет, думаю, вы. О, какой-то. Новый? Да, они же меняются каждый месяц. Реально? А ты че? А почему? Ну, я помню только троих, по-моему, минимум. Махера себе. Ты че, а ты их не запоминаешь? Нет, зачем? Типа, я же даже не всегда их вижу. Нет, я помню как минимум троих. А там, я думаю, все пятеро, наверное, за все время. Ничего себе. В общем, от нашего дома до места, где у меня будет маникюр, ехать всего 8 минут. Я спросила, сколько по времени займет. Вообще, девушка, мастер, сказала, что у нее ребенок маленький, и есть вероятность, что она будет иногда отвлекаться на 5 минут. И она предупредила меня об этом заранее. Я сказала, что если для вас это, ну, как-то проблема, неудобно, то сразу, как бы, предупреждаю. Вот, ничего страшного, если вам это неудобно, все люди разные, я все понимаю, вля-ля-ля. Вот, я забыла, сколько ребенку, но маленький. То есть, года еще нет, там, сколько-то месяцев. Меня это не напугало. Но я написала, что ничего страшного, если несколько раз, ну, как бы, вы будете отходить, там, на сколько-то минут. Вот, просто главное, чтобы это не сильно затянулось в духе, знаете, она сейчас такая ушла, я сижу такая, блин, домой хочу. Ну, я думаю, что, конечно, такого уж не будет. Самое любопытное, интересное, немножко даже волнуюсь. Кто-то мне там в телеграме написал, что Юля срочно потом пришли, как там что получилось, мы за тебя переживаем. Кто-то переживает, что мне там всю кутикулу обрежут, еще что-то вообще, какой-то трэш сделать. Но, на самом деле, я думаю, что все будет хорошо, думаю, что все будет нормально. Вот, может быть, мне этот мастер даже очень понравится, девочка, я ее, ну, сохраню контакт. И когда буду на даче и захочу сделать маникюр, а до Москвы еще будет, ну, типа, что туда ехать из-за маникюра, что ли, то можно будет, в принципе, даже сходить. Но, как правило, мне проще дотерпеть до Москвы, потому что, в любом случае, например, мастера по ресницам я не смогу заменить здесь, найти кого-то. Все-таки ногти — это что-то такое. Хотя, вот, как бы, опять же-таки, у этого момента тоже может быть такое понятие, как свой мастер. Но все-таки ресницы для меня... Важнее. Важнее, в том плане, что ногти может любой сделать. Мне не так важно, какие у меня ногти. Ну, в смысле, конечно, мне важно, чтобы они были ухоженные и красивые. Вот, не то, что сейчас за ужас. Но не так важно, как это все выглядит, как ресницы, потому что ресницы — это более такая кропотливая, щекотильная, я не знаю, тема. Щекотил. Щекотил. Тонкий такой вопрос. В общем, ладно, поехали на маникюр. Напоминаю. Ну, посмотрим, посмотрим, что нам сделают. Так, ребят, ну что ж, все, закончился мой маникюр. И мне, в принципе, нравится, как получилось. Единственное, что я удивилась, то, что такие они как будто прям квадратные-квадратные. Точнее, даже не квадратные-квадратные. В общем, мастер сказала, что она мне сделала так, как надо, то есть по форме моего ногтя. Причем она делала не то, что сама что-то там вырисовывала, она и сама, конечно, делала. Но в основном, вот, особенно три пальца, вот эти, по-моему, и на той руке, они у меня были, ну, форма такая дебильная. Там, ой, это уже закрыли его. Или открыли уже? Открылись! Ура! После маникюра надо в этот вкусный точка. Короче, она брала формочки, на эту формочку наносила гель. И потом эту формочку с гелем приклеивала к моему ногтю. Я его сушила в лампе, он застывал. И когда она снимала потом эту формочку, не тяжело она ее снимала, получалась сразу, ну, хорошая форма с гелем. То есть не надо было ничего там, грубо говоря, вытягивать самой, как-то еще. То есть потом она просто все опилила и так далее. То есть, по сути, просто у меня обычно они под конец идут более уже, что ли. Она сказала, что по сути, вообще-то это неправильно, потому что у меня же ноготь-то толще. Ну, короче, я, скажу честно, я довольна работой. Заплатила я 2... 200? Она же так сказала. В общем, я довольна работой. Мне нравится, как получилось. Самое главное, я довольна, что у меня теперь нормальные пальцы, руки, ногти. Потому что это просто был такой ужас, ну, вы сами видели. Так что мне понравилось. Причем у девушки, которая ходила у мастера, у нее целая комната оборудована под студию, да, маникюра. И круто. Мне понравилось реально. Я запишу ее контакт, сохраню. Вот, причем самое главное, что это все рядышком с домом. А Слава меня забрал, возил туда-сюда. И сейчас мы поедем. А мы уже приехали. Мы уже приехали в этот самый, а потом на рынок. Все верно. Будем покупать красную икорку. Так, ребят, мы уже приехали домой. И мы заезжали на рынок для того, чтобы взять всяких кушняшек, кушняшек, икорки. И там продавали вот такие классные тапочки. Хотя у меня есть мои любимые тапочки. Но они мне так вот эти понравились, что я не смогла пройти мимо. Надо их только порвать. Ой, какие чудные. Главное, не свалиться теперь в них. Быстрее ноги, передвигайтесь. Смотрите, какие они чудесные. Они такие классные. Вот эту нитку убираем. Также мы еще взяли вот таких носков. Мы такие же покупали как-то на Алтае. Вот такие же мы как-то брали на Алтае. До сих пор их носим. Уже некоторые убитые. Стертые все на фикс. Такие вот классненькие. Короче, вот такие. Это из овцы. Шерсти. А это из какой-то другой шерсти. Вот такие вот. Ну, они слишком, конечно, длинные. Но они очень классные. По дому ходить. Зимой просто реально офигенские. У нас вот таких есть уже. И даже те, которые на мне вот такие, они тоже из такого материала. Но мы их как раз тогда и брали на Алтае, по-моему. Им уже много. И я посмотрела, они уже даже где-то стерлись. А я сегодня в таких носках ходила на дом на маникюр. Ну ладно. Вот здесь. Я даже не заметила так тупо. Вот. Поэтому я к тому, что реально очень классные носки. И хочется их прям побольше. Потому что они прям улетные. 400 рублей стоит. Ни хера себе. Прикиньте, что? Сижу сейчас такая, листаю нашу запрещенку. И мне попадается на глаза видео фотографа, который меня как-то фотографировал. Причем я не то чтобы в восторге от работ, которые получились. Я просто в лютом восторге. И понятное дело, что я там, ну, фотошопила себя, нос делала меньше. Ну, как обычно. И она, короче, решила сделать такой рилс в духе до-после. И это прям вообще трэш. И я офигела. Ну, если честно, я, конечно, считаю, что о таком надо спрашивать. Все-таки, ну, ну, как-то не клево. Еще, хотя я не знаю, права я или нет. Но мне всегда кажется, что, может быть, если бы я была не популярным человеком, то, в принципе, пофиг. Ну, кто там зайдет, посмотрит, да. Тем более, если я бы, например, не отмечала фотографа. А просто вот я, ну, просто человек. Не, ну, без подписчиков, там, да. Никакая там не медийная и так далее. Я просто обратилась к фотографу, ну, чтобы сделать фотографии. И потом фотограф через больше года, даже двух, наверное, делает какое-то видео до и после. То, наверное, мне было бы, не знаю, но, наверное, мне было бы пофиг. А тут, учитывая, что я публичный человек, и как бы я бы... Я вообще-то не рассчитывала на то, что в интернете окажутся фотографии, ну, до. Не то, чтобы там вообще прям жесть фу. Но по сравнению с тем, что получилось, конечно, вообще не такая конфетка. Ну, короче, я офигела сейчас такая, типа, чё? Я попросила, чтобы она убрала, это удалила. Ну, я вежливо, разумеется, написала то, что, типа, приветик. Слушай, я, если честно, не рассчитывала, что это окажется в интернете. В общем, в доступе могу я попросить тебя это удалить. Вот, а то что-то как-то не очень прикольно. Потому что я зашла почитать комментарии, там все пишут, типа, капец, вообще другой человек, ещё что-то. Там, типа, зачем вы так обработали девушку? А это как бы я себя так обработала. Ну, как бы фотограф только ретушь сделала, а я сделала пластику, так как я люблю, так как мне нравится. И фотографии получились не то, чтобы шикарные, очень шикарные, очень шикарные. Не буду говорить, что за фотограф, какие фотографии, но просто я немножко реально офигела. Поэтому, если вы фотограф, когда-то фотографировали человека, и потом его хорошенько отретушировали, то обязательно спрашивайте... Ну, отретушировали, да, обработали, не знаю, что вы там делаете. Обязательно спрашивайте у этого человека разрешение делать такие видео. Я просто обалдела. Но она говорит, что, типа, ой, типа, ну там, убрала всё, не подумала. А я пишу, ничего. Ну, вообще-то, если честно, очень даже чего. И, конечно, мне с одной стороны немножко пофиг. Ну, ладно, типа, что, кто-то меня там увидит без фотошопа, что ли, ни разу не видели, да. Просто там есть ракурс, они очень удачные, где у меня нос прям вот такой весь загибается. Некрасивый, конечно. Я вот фотошопила супер, поэтому там такая разница, что с ума можно сойти. Вот. Но я, конечно, как всегда, очень любезна. Хотя, когда я это увидела, я вслух такая, что за хуй? То есть вот такая у меня была реакция. Но ничего, главное, что всё норм, всё. Сейчас полчетвёртого, всё, представляете. Так здорово, рано вставать. Мы... А, ну я вам уже говорила, что мы просто сумасшедшие фанаты великолепного века. Ну, как сказать, сумасшедшие фанаты. Просто прикольно. Реально затягивает. Прикольно, интересно. Прикольчики всякие новые появились. Шуточки. Весь снег, кстати, растаял, который я вам сегодня показывала. Завтра мы поедем в гости к Славино-дачу. И что сказать, что сказать. Я вот думаю, может быть, сделать салатик мимоза. Вчера только об этом подумала, что так давно его не ела. Обычно раньше я вам уже рассказывала в каком-то из логов. Мы раньше вообще его только на Новый год ели. Ну, такой чисто новогодний салатик. А потом я что-то взяла сегодня частенько делать. Мне кажется, уже все листья практически упали. Чуть-чуть ещё осталось. Я очень радуюсь своему новому маникюру. И, конечно, для меня это шок, что... Ах, это стоит так дёшево. Я сделала маникюр за 2200 рублей. В Москве я ходила к своему мастеру. Я ничего не хочу сказать. Я к ней очень много лет ходила. И, может быть, ещё пойду даже на педикюр, тем более. Я обычно к ней всегда хожу. Не знаю, пока я даже не знаю, каково это к другим людям ходить на педикюр. Для меня это такая, знаете, как интимная зона. Ну, короче, хотя у меня ноги хорошие, всё с ними в порядке, но просто не знаю. И вот у моего мастера, которому я очень много лет ходила, ну, и хожу периодически, где-то лет 16, наверное, маникюр мне обходится там в 5-6 тысяч. Я как-то уже рассказывала это, и все офигели. Я понимаю, реально, я понимаю, что это очень дорого. Но, ты знаете, как ты привыкаешь к чему-то хорошему. А для меня чего хорошо? Что уже близкий человек, очень рядом с домом, в любое время приходишь. Ну, всё это не в салоне, а дома. Очень комфортные условия. То есть, ну, не знаю, в принципе, вот салоны красоты тоже 13 girls, которые я тоже ходила. Я, правда, ходила туда по бартеру. Там тоже я спрашивала, сколько стоит. Тоже такая же цена. Ну, понятно, что это типа салон. Но, по сути, я бы не сказала, что мне как-то прям сильно лучше сделали или хуже. Ну, то есть, чтобы сравнивать там, да. Но я прекрасно понимаю, и мне давно там многие знакомые говорили, когда спрашивали, сколько, что я плачу, куда хожу. Говорили то, что, ну, как бы ты чё, можно же сделать намного дешевле. То же самое в Smell Studio. Мне тогда сделали очень красивый маникюр. Тоже ньют. Я не помню, сколько там по цене стоило. Ну, тоже типа до трёх тысяч. Учитывая, что у меня там было снятие, какое-то укрепление. То есть, ну, всякими гелями, не гелями. То есть, цена очень такая прям приятная, да. Если сравнивать с 5-6 тысяч. Даже не 5, а 5-600, например. В общем, что хочу сказать. Я очень довольна и достаточно приятно ходить на маникюр дешевле. Хотя я имею возможность ходить на маникюр абсолютно бесплатно. И если бы я дотянула до мосты, я бы могла сходить по рекламе, по бартеру, по сотрудничеству сделать маникюр. Но всё-таки 2200 не такие большие деньги, чтобы продолжать мучить себя ходить с этими огрызками ужасными, которые у меня были. И ждать ещё сколько-то. Я подумала, лучше я здесь сделаю. Всё равно мне здесь, по сути, делать нечего на даче. Ну, чё мне сегодня ещё делать? Единственное, что мы можем делать, это снимать реакции. Лепить котлеты, блин. Ну да, можно, конечно, прогуляться, но уже морозит, уже холодно. Вот, что ещё? И лучше я здесь потрачу это время на маникюр, чем в Москве я потрачу это время на маникюр. Потому что в Москве у меня куча других забот, куча других дел. Там есть дела поинтереснее, встретиться с кем-то. Не знаю, поспать подольше. Но сегодня я прям с кайфом вообще легко встала. Я думаю, что завтра я тоже легко рано встану. Потому что сегодня, наверное, рано усну. Но пока спать совсем не хочется. И, в принципе, я не могу сказать, что я не выспалась. Вполне себе выспалась. И это хорошо. Привет, ребята. Мы в Москве. И я, наверное, вас уже достала всеми этими телепортациями из одного места в другое место. Но больше всего... Знаете, что меня бесит сейчас произошло? Чтобы вы понимали, я снимала влог минут шесть. Болтала, рассказывала что-то, объясняла, старалась. Ну, короче. А потом просто потик выключился и все. И это дело в карте памяти. Я уже проходила это. Короче говоря, рассказываю. Вчера мы приехали в Москву с дачи. И пока мы ехали... Ну, короче, во-первых, мы собрали очень много всего. Вещей, одежды, компьютер, как всегда мой, без которого я не могу никуда ездить. Потому что он мне резко может понадобиться. Ну, короче, я решила, что на дачу больше я его не повезу. Хотя не знаю. Просто когда мы приезжаем на дачу, я в итоге за комп в этот раз вообще не садилась. Мы смотрели великолепный век. Я ничего не монтировала. Не было такой какой-то резкой прям необходимости. Ничего не монтировала. Особо там не снимала. Ну, чуть-чуть снимала. Короче. По сути, если что, я всегда могу смонтировать на компе Славы, который мы оставили на даче сейчас. Конечно, мы туда еще вернемся. Но, честно, мне не очень хочется там прям на постоянке жить. Слава хочет. И я не очень хочу. Потому что вот уже погода не такая теплая. Уже снег начинает падать. Холодно. На улице делать нечего. И мне там скучно. Так вот. Мне скучно на даче. Прям реально скучно. И я понимаю, что я... Ну, я не могу там. Мне не хочется ни снимать. Ничего там делать не хочется. Кроме как лежать, смотреть сериал. Здесь у меня хотя бы какое-то вдохновение, что ли. Я не знаю. Потому что я всегда думаю, так, здесь много чего можно поделать. Здесь удобно. Можно снять какие-то кулинарные искусства. Здесь у меня духовка электрическая. А не газовая. Которую я боюсь пользоваться. И так далее, и так далее. Ну, короче. В общем... Да, это, конечно, мелочь. Это я так прикалываюсь. Но просто здесь как-то мне поинтереснее. Вот. Сегодня я ничего особенного не делала. Сегодня я ходила, сдавала кровь, анализы. Потому что я периодически задаю кровь, чтобы следить за своим здоровьем. За содержанием полезных минералов в своем организме, витаминов и так далее. И вообще, это прям хорошая такая тема. Хороший совет, который могу всем дать. Периодически проверять свое здоровье. Потому что, когда я задалась этим вопросом и начала все это делать, выяснилось, что в моем организме там не хватает таких витаминов, всяких витаминов. Вот. Потом сходила, взяла кофе. Потому что здесь у нас нет капучино. Этой машинки, короче. Кофемашинки. Капучино, короче, не сделаешь. Сходила, взяла нам кофе. Пришла домой. Сделала завтрак. И все. Ничего больше интересного я не делала. Но при этом я не лежала. Просто так. Я поставила на загрузку влог, который завтра у меня должен выйти. Потом я сходила в душ. Помыла голову. Сидела очень долго. Укладывала волосы. В итоге ничего супер какого-то крутого не получилось. И я думаю, дело все в том, что у меня слишком густые, тяжелые волосы. И Дайсон у меня не для длинных волос насадки. Не знаю. А, у меня длинные волосы, разумеется. Я даже не знаю, можно ли сейчас вреду купить для длинных волос насадки. Может быть, найти и можно. Но не то, чтобы это прям какая-то супер необходимость. Так, значит, рис я делаю. У нас будет рис с котлетками. Я постоянно сбиваюсь с мыслей. Постоянно рассказываю не по порядку. И мне это жутко бесит. Не знаю, что с этим делать. Вот так, в общем, постараюсь рассказать по порядку. Начнем с того, что мы давно хотели установить камеры на даче с лизеньем. Но мы хотели установить их, чтобы они на улицу смотрели и в доме тоже хотели установить. Мне кажется, это неплохая такая идея, поскольку у нас там есть дорогие достаточно вещи. И даже не то, что мы там кого-то в чем-то подозреваем. Нет, конечно. Но просто для своего же спокойствия Ну, как бы все-таки частный дом это немножко другое, да, чем квартира. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому камеры никогда лишними не будут и всегда довольно-таки полезно. Так, я сейчас хочу помыть зелень на салат и продолжу, потому что я опять уже подживаю от мысли. Так вот, мы поставили камеры. Точнее, мы поставили только одну пока камеру в доме. Слава заказал. Мы хотели такие прям серьезные, которые на улицу еще смотрят. Но те, которые нам понравились, стоят нормально так денежек. Мы решили немножко повременить. Все-таки это не первая необходимость. Именно такие прямо на улицу, которые смотрят. И поставить что-то простенькое. Просто в доме, внутри. Чтобы, ну, просто посмотреть, что там в доме происходит. Пока нас нет. Вот. И камера оказалась достаточно классной. Она снимает и ночью. И если какое-то движение она замечает, она присылает уведомления на телефон. Все это записывается, хранится на облаке. Ну, короче, прикольно. Я не скажу вам, что за фирма, что за модель. Может быть, потом, когда будем на даче, покажу. Хотя, все-таки, эта камера должна быть скрытая. Но она вообще не скрытая. Ее, конечно, видно, если посмотреть. Установили мы камеру. Как раз за день до того, как уехали с дачи. И в день, когда мы уезжали с дачи, я собирала вещи. Слава их носил в машину. Там было много всего разного, и тяжелого, и не тяжелого. Одни только продукты. Я не знаю, сколько там сумка эта весила. У нас есть большая такая сумка, типа, ну, не холодильник, а термо-поль... Ну, термо-сумка, не знаю. Она очень большая. Не такая тоненькая, как, знаете, бывает, продаются в магазинах, а прям такая большая. Насколько-то там литров или килограмм, не знаю, как правильно называется. Блин, какие тут тупые пакеты в сравнении с дачей. Надо в Ашане срочно купить такие же. Так вот. И пока я собирала вещи, Слава туда-сюда ходила из машины в дом, таскал все это, зашел кушок. И да, он как бы зашел, все понятно, покормили, и так далее, и так далее. В итоге из-за того, что я ходила по дому туда-сюда, что-то собирала, смотрела, чтобы ничего не забыть, а Слава туда-сюда ходил, дверь открывала. Я была уверена, что кушок вышел, когда Слава открывал дверь в какой-то из разов. Но, как мы выяснили, спустя где-то два с половиной часа, пока мы ехали в Москву, приехали уже, я даже не знаю, что я там в душу успела сходить, что-то покушать успели. Ну, короче, уже какая-то движуха произошла здесь, и приходит уведомление на телефон, что замечено какое-то движение, ну, по камере. Я офигела, прибегаю к Славе, говорю, что такое, что такое? И в итоге оказывается, что это пушок, которого мы там закрыли, оставили дома одного. Но мы бы не стали его закрывать, если бы мы знали, что он вообще в доме, потому что он, оказывается, пошел на второй этаж, и около трех часов просто на втором этаже спал, видимо, грелся, я не знаю, что он там делал, но это, конечно, прикол. И я вам даже показываю это видео, как это все выглядело, когда вот камера засекла пушка, он спускался со второго этажа, потом еще какое-то время тоже, ну, камера его записывала уже, другие какие-то отрывки были, где он сидит, что-то ходит, из комнаты в комнату. Разумеется, в этот же самый момент, как только мы все это увидели, мы позвонили соседям и сказали им о том, что, ну, как бы надо забрать пушка, потому что это капец вообще, И я вот о чем хотела сказать. Как же круто, что у нас теперь дома есть камера, потому что, если бы мы ее не поставили, мы бы не знали, что мы закрыли пушка, он бы там остался, я не знаю, сколько бы он там сидел, ну, наверное, недолго, но день, наверное, точно бы он там сидел. Так что, вот такой вот приколдесс. Поэтому камера оказалась очень классной вещицей. Так вот, и когда мы ехали в Москву, я вспомнила о том, что я забыла пылесос, который я хотела взять. Из-за этого я, конечно, жутко обломалась и офигела, а все это я клоню к тому, что теперь нам нужен здесь пылесос. Обязательно, потому что я устала, во-первых, столько всего мы туда-сюда с собой возим, это просто сумасшествие. Хочется приезжать налегке. На даче, конечно, есть пылесос. Еле как засасывает, нормально им ничего не попылесосишь, он уже старый. Да и с ним офигеешь просто со второго этажа, ну, постоянно втыкать в розетку. Короче, вот такой пылесос. А все-таки сейчас уже новая эра, ручные технологии, вот эти, и, конечно, мы уже, сколько, я не знаю, у нас этот ручной пылесос. Конечно, это намного удобнее. Зарядил, ходишь себе, пылесосишь, и не надо никакие провода, никуда ничего перекидывать и так далее. То есть, конечно, это намного и легче, и быстрее, и удобней. Захотел резко, быстро, взял что-то, пропылесосил и пошел дальше себе. А этот пока достанешь, пока размотаешь. Ну, я думаю, вы понимаете. Поэтому, конечно, пылесос, вообще покупки для дома, мне кажется, всегда очень, ну, классная тема. Тем более, что вы этим будете пользоваться сто процентов. Пылесос – это хорошая вещица. Поэтому хочется, конечно, я посмотрела, не знаю, вообще, что-то как. Мы хотели съездить, я хотела сегодня съездить в торговый центр, как раз-таки заняться этим вопросом, посмотреть пылесос новый, и еще некоторую посуду я бы хотела домой купить. У нас здесь есть тарелки, но они уже с какими-то сколами, и это, наверное, не очень хорошо, если с таких тарелок вообще типа примета плохая, не знаю, черт, да и просто это выглядит, ну, как бы совсем не круто, но из-за того, что мы вдвоем живем, у нас редко гости, то мы из этой посуды даже не едим. Ну, то есть, вот, видите? Вот такие штучки, и на большой посуде тоже есть. Такое, ну, понятно, я уже не знаю, сколько этой посуде лет, поэтому хочется вот какие-то такие моментики обновить. Вот, еще я все-таки думаю, может быть, поменять здесь люстру, потому что эта люстра, это трэш. Во-первых, когда у нас сюда, получается, на кухню два выключателя есть. Один, который включает вот эти по кругу, а другой, который посередине главную люстру. И то, что включает посередине главную люстру, включается только со второго раза. То есть, ты включил, выключил, включил, и только тогда разгорелся свет. И света, конечно, от этой люстры нифига нету. Вообще, нам надо ее поменять, потому что это такая не энергосберегающая, короче, так сказать, сюда лампочки, такие, которые много жрут света и так далее. Я помню, что, я помню, что в какой-то момент мы поменяли люстры в доме. Во-первых, они стали больше нам света давать, в принципе, в квартире, да? Во-вторых, даже счета за электричество стали меньше, потому что мы начали другие лампочки покупать, какие-то там энергосберегающие, еще что-то, и это реально намного лучше, выгоднее и эффективнее оказалось, чем вот такие всякие, поэтому... Поэтому я бы хотела здесь поменять люстру, потому что свет на кухне все-таки нужен, особенно, когда готовишь что-то. Ну, хорошее дело. Я бы хотела посмотреть вешалки, посмотреть люстру. Какая-то суперкрутая не нужна, просто обычная, хорошая, в таком же стиле, как у нас во всей квартире, из Леруа Мерлен, не знаю, до 10 тысяч, может быть, ну, просто, чтобы она такая, все-таки, не маленькая была, хотя сильно большую сюда тоже не надо, тут же есть дополнительное освещение, ну, в общем, надо посмотреть. Пылесос, пылесос будет, конечно, дорого, я посмотрела, Dyson пылесосы стоят, по-моему, от 40, что ли, и то, это, наверное, какой-нибудь маленький, модель такая, не такая крутая, даже, как у нас есть. Я не помню, правда, за сколько мы нас брали, по-моему, за 48, но это было несколько лет назад, тогда цена стопудово была намного приятнее, чем сейчас, на такой же пылесос будет, поэтому, не знаю, но надо посмотреть, конечно, но мы брали один из лучших, скажем так, одну из таких вот хороших, именно мощных моделей, с большим баком вот этим, поэтому посмотрим, конечно, как сейчас там цены, так вот, я хотела сегодня все это сделать, но Славе вчера что-то не очень хорошо было, температура была, хотя сегодня вроде уже ничего, но в любом случае, посмотрим уже завтра, если что, я съезжу, может быть, даже с мамой за компанию, потому что ей тоже надо, еще мои бабушки, день рождения на этой неделе, 11-го, потом у бабушки Славы день рождения, 16-го, и мы тоже поедем поздравлять, отмечать, потом у моей другой бабушки, день рождения, 25-го, и все это в ноябре, представляете, как вышло, мне надо котлетки жарить, а я с вами болтаю, рис у меня приготовился, но я его пойду куда-нибудь закутаю, в теплое местечко, чтобы он паривался, впитывался, потому что мы его все равно пока не едим, хочу новый пылесос, точнее, просто хочу, чтобы здесь тоже был пылесос, и не приходилось вот этой фигней страдать, туда-сюда постоянно все это возить, потому что, ну, конечно, пылесос не тяжелый, много места не занимает, он такой, ну, я думаю, вы видели, какой у нас пылесос, такой просто длинный, ручной, без всякой там бака здорового, да, не такой тяжелый, но в любом случае, таскаться с пылесосом, там вот такая свинья, и как раз вот так вот нервничать, когда забываешь пылесос, как я вчера офигела, такая, котлеты, которые я разморозила заранее, сейчас мы их с вами будем жарить, но прежде чем я буду их жарить, я их повторно обваляю в панировочных сухарях, я не знаю, в чем причина, может быть, я что-то делаю не так, но если я их не обваляю повторно в сухарях, они могут развалиться, быть не такими классными, я не знаю, я уже не помню, какие они были, но помню, что они как-то разваливались, и что-то с ними было не так классно, так в общем, в любом случае, я их всегда повторно в сухариках, вот такие сухарики, у меня есть перекрестка, но, как я уже рассказывала в каком-то блоге, вы можете сами делать свои сухарики, так намного вкуснее, реально это намного вкуснее, но я просто не могу это сделать в газовой духовке, потому что, да, не представляю себе это, поэтому мне нужно это будет попробовать сделать здесь, в электрической, и все будет супер, много сухарей панировочных нам не понадобится, для того, чтобы просто повторно обвалять котлетки, это нам скорее так, чисто для придания твердости, если скажем так, я же не знаю, на даче я обычно жарю на семерке, но здесь, наверное, можно и на шестерке даже, крышкой не накрываю, возьмем еще одну тарелочку, на даче приходится подождать какое-то время, чтобы хорошенько нагрелось, а тут она прям очень быстро нагревается, и, конечно, здесь мощности совсем другие, поэтому иногда не очень это удобно, потому что ты привыкаешь к одному на даче, потом привыкаешь к другому в Москве, и так постоянно приходится делать, и, конечно, такое себе, но это не такая большая проблема, все-таки я здесь столько лет живу, что эту плиту я знаю, я знаю, что здесь просто надо все сделать послабее, нагреваем плиту, точнее нашу сковороду, без масла, пока просто нагреваем, я пока стараюсь быстренько обвалять котлетки, на даче я умещаю 8 котлет сразу на одну полючную сковородку, ну не знаю, сейчас получится, но нет, но на даче я, конечно, умещаю, но я бы не сказала, что это получается прям красиво, они в итоге притык друг к другу, но от этого вкус не меняется, короче, и, в принципе, все норм, так, надеюсь, нам удастся их, все уместить, и при этом не обжечь свои пальчики, в любом случае, они со временем ужариваются, становятся поменьше, так, вот еще одну, а другую прям тяжело не будет, воткнулся, ну сейчас подвинем как-то, сейчас мы подвинем, да, на даче тоже самое у меня, но все-таки у нас здесь помощнее ставить, и что-то масло я много налила, надо как-то слить масло, все, так получше, так будет получше, но выглядит это, это, конечно, трэш, просто все мешалось, так, наши котлетки выглядят вот так, видите, немножко все равно треснуло, как будто бы, не знаю, еле как уместило, все-таки на восьмерке как будто бы многовато, не знаю, ну вот видите, я уже вижу, что там корочки появляются, но это посередине, по бокам обычно не так сильно подгорает, поэтому сейчас я буду потихоньку начинать их переворачивать, и сейчас у нас стоит восьмерке, а так было на восьмерке, ну, может быть, я даже сделаю поменьше, сейчас, когда я переверну, наверное, даже поменьше сделаю, вот, крышкой я обычно не накрываю, так, вот что получилось, такой рис, котлетки, салатик, еще меня кто-то просил показать котлеты в разрезе, но они не режутся так идеально, я думаю, что из-за того, что немножко подгорает у меня, я думаю, были бы они помягче, было бы получше, хотя фиг знает, вот так вот выглядит котлетка в разрезе, не, в принципе, ничего, режется нормально, с корочкой так получается, но это подгорело, вообще должно быть не так, так, ну что ж, ребят, мы уже все покушали, я все убрала, смонтировала влог до самого вот этого момента, сегодня я выщипывала себе брови, и знаете, что меня бесит, что у меня брови растут в одну сторону, вот эта бровь, волосы, вот здесь вначале, они растут в ту сторону, и здесь они тоже растут в эту сторону, именно из-за этого, у меня вот здесь вот такой тупой, какой-то странный пробел, я безумно хочу что-то с этим сделать, а конкретно хочу сделать, либо перманентный макияж, либо я не знаю что, но татуаж я бы не хотела делать, потому что я недавно только вспоминала, как сколько-то лет назад я поехала, сделала себе татуаж бровей, за пять тысяч, как сейчас помню, на тот момент мне нравилось, и казалось, что это просто что-то невероятное, очень крутое, но потом я захотела изменить форму бровей, как вы знаете, татуаж это прям глубоко под кожу, это не перманентный макияж, который сам по себе спустя там год-полгода проходит, я не знаю у кого как, приехала я, значит, сделала себе татуаж бровей, и потом, я не знаю, сколько я кстати с ним ходила, года два точно я с ним проходила, и потом я захотела сделать себе перманентный макияж, поехала к крутому мастеру, и сначала нужно было его свести, и сводить надо лазером, точно так же, как к татуировке, потому что, ну, татуаж, это та же татуировка. И... Блин, получается, у меня татуировка была, ё-моё. Короче говоря, у меня на самом деле даже есть немножко остатки того татуажа, но он практически не виден и где-то спрятан под бровью. Я думаю, что вы даже может быть заметите. Видите? Вот видите? Серый такой какой-то оттенок, как будто бы... Так, консилер подгладим. Ну-ка. Вот это... Я думаю, что вы видите. У меня брови сейчас не накрашены. То есть у меня есть чуть-чуть остатки того татуажа. И жутко бесит вот этот пробел. Прям... Ненавижу. Я здесь ещё брови сегодня подщупала себе немножко. Короче, вот здесь видите, как красиво идёт? Короче, вот здесь мне очень нравится, как бровь идёт. То есть она какая-то прям правильная, что я не знаю. Понятно, что там можно волоски получше, ну, подправить, там ещё что-то, зачесать, как-то подкрасить. То есть сейчас они у меня не накрашены, только этим гелем закреплены, бесцветным. А здесь вообще по-другому. Короче, видите? То, что вот эти идут мягко вот туда, а эти стоят колом и хотят тоже пойти туда. Сука. Меня это бесит. Я, конечно, с этим живу всю свою жизнь. Я не знаю, у меня у одной так или у всех. Просто есть люди, у которых такие мягкие, слегка тёмные волоски, точнее, слегка... Ну, я не знаю, как-то вот такой вот оттенок натуральный, красивый. Есть такие красивые брови. Я иногда смотрю и думаю, блин, ну надо же было так вот, да, чтобы с такими бровями сразу. И они как будто идеальны. То есть у меня ещё волоски такие жёсткие. Просто кошмар. То есть их гелем, вот эту вот проблему, которую я вам показывала, гелем не уложишь. То есть даже ламинированием сложно всё это дело уложить в каком-то направлении. Я с ума схожу просто. У меня очень жёсткие волоски. Я не знаю, почему и как их сделать мягче, если честно. И нужно ли это? Ещё причина, по которой я хочу сделать себе что-то с бровями, типа перманентного макияжа, потому что мне бы хотелось не выщипывать волоски там, где не надо. Вообще я стараюсь обычно не портить свои брови и сильно не щипать там, где не надо. Но сегодня я прям сидела, щипала, щипала, потому что мне постоянно хочется сделать бровь вот так. Но это нереально сделать, потому что у меня волоски всё-таки вниз растут в любом случае. И мне хочется постоянно, чтобы был вот такой вот эффект более натянутый, прямой какой-то брови, что ли. Ну как, не то, что прям совсем прямой. Не знаю, вот такое желание. Мне так хочется. Но так и получается. Короче, не знаю, я подумаю. Я на этой неделе подумаю и решу. И может быть действительно пойду сделаю перманент. Не знаю. Хотелось бы. И хотелось бы губы тоже делать. Ну вот всякие стрелки и так далее я бы не стала делать, потому что зачем мне это делать? Я в принципе не люблю стрелки обычно. Они мне не идут. Точнее, может быть, где-то идут, но из-за новейшего века не идут. Когда-нибудь я обязательно себе сделаю блефоропластику. 100%. Когда-нибудь. Но не сегодня. Конечно же, не в этом году. И вообще, в принципе, не знаю когда. Но когда-нибудь обязательно сделаю. Пока я на это не решилась. Пока я могу решиться на что-то лёгкое, типа перманента. Или, я не знаю, губы сделать. Ещё что-то. Но и губы даже я пока не планирую делать. Никаких уколов красоты я пока не планирую делать. Я бы хотела сделать какие-то лёгкие вмешательства. Типа вот как брови. Или, может быть, губы тоже перманент. Кстати, губы перманент было бы очень тоже неплохо мне сделать. Потому что у меня есть некоторые местечки на губах, где нету пигмента. И поскольку я не люблю красить губы, несмотря на то, что мне нравится, как у меня губы выглядят с карандашом. Ну, когда накрашены карандашом. Но я всё равно не фанат красить губы. Поэтому, мне кажется, тоже было бы прикольно. В общем, я хотела вас попросить, чтобы вы написали в комментариях, как вы относитесь к перманентному макияжу. Нравится ли вам? Ну, брови я делаю. Я, в принципе, знаю. И я думаю, что на брови-то я, наверное, решусь. В ближайшее какое-то будущее, возможно. Не знаю. Но вот по поводу губ очень сильно сомневаюсь, если честно. Потому что не знаю. Я слышала разные отзывы, что вообще фигня. Ничего хорошего. И у меня всегда страх, что, не дай бог, какую-то там заразу занесут. Хотя я не знаю, почему. Типа я не боюсь делать там уколы красоты, но сделать какой-то оттенок вот этого всё. Мне страшно. Вообще, в последнее время я стала более такой пугливой в этих моментах. Не знаю. Может быть, я всякого насмотрелась. Типа как там ходят по салонам, как там всё грязно, антисанитария и так далее. Я не знаю. Может быть, может просто это старость какая-то. Но действительно, в последнее время по какой-то причине я стала чаще задумываться о чистоте. Ну, в плане, а вдруг, не дай бог, что. Вообще, на самом деле, я вообще всегда боюсь таких вещей. И поэтому к непроверенным людям мне всегда страшно ходить. Так что, да, татуаж не советую никому делать. Это реально трэш. Хотя, не знаю, может быть только, наверное, если вы не планируете вообще никогда менять форму бровей. Но вы не знаете, что будет завтра. Может быть, вам стукнет в голову, вы захотите поменять форму бровей и как бы сводить всё это дело такое себе. Мне один раз сводили и, в принципе, ну, как бы много ушло. Самая жесть ушла. Просто осталось вот немножко, ну, оттенок такой серый, тёмно-синий даже какой-то странный. И по-хорошему было бы и его тоже свести весь. Но когда удаляют, ну, типа, татуаж, могут задевать свои волоски, они могут терять пигмент, становиться белыми, либо же просто ну, сухими. Поэтому это нужно делать осторожно. И, конечно, зона бровей достаточно такая в этом плане ну, наверное, так же, как и зона вот где стрелки делают, тоже татуаж, там ещё что-то. Такая зона достаточно серьёзная, потому что могут повредить, ну, как, я не знаю правда это нет, но вот, по крайней мере, когда с бровей мне убирали, хотя мне очень аккуратно убирали, но некоторые волоски у меня всё-таки потеряли цвет. Но они, наверное, заменились потом как-то, потому что сейчас у меня нету седых каких-то бровей. Вот. Но да, в любом случае это такая зона, что нужно сто тысяч раз подумать, прежде чем делать там татуаж. Но тогда мне хотелось татуаж, я его сделала и, в принципе, ну, как бы не жалею. Теперь я хочу перманентный макияж. Мне, кстати, даже написали уже, предложили прийти в салон, сделать перманент, но, опять же таки, я пока думаю. Думаю не над тем, что там хочу я делать именно в этом салоне, думаю над тем вообще, буду ли я реально в итоге делать, но работы, которые мне прислали, мне понравились, и я думаю, что, в принципе, наверное, я могла бы пойти рискнуть, но единственное, что меня обламывает, что потом-то надо приходить на коррекцию, это обязательно, потому что как-то раз я делала перманент, мне сделали очень красиво, реально очень красиво. Но из-за того, что я не пришла на коррекцию, у меня всё очень быстро сошло. А мне кто-то написал, что вот этот перманентный макияж может держаться где-то полгода, но для этого нужно обязательно сделать коррекцию, а может и дольше. Я думаю, что, конечно, от человека зависит, от кожи зависит, много разных факторов, но в любом случае я бы хотела рискнуть сделать себе брови снова, потому что, не потому что мне их лень красить, а потому что мне просто хочется, чтобы форма всегда была, ну типа как я просыпаюсь с ресницами, почему бы не сделать так же брови? По-моему, классно. И, во-вторых, там, где у меня будет заполнено уже цветом каким-то, да, там напылением, не знаю, как правильно называется, там будут расти маленькие волоски, мои брови, которые я не буду трогать, и они не будут меня напрягать. Потому что, когда я крашу брови, разумеется, я там закрашиваю где-то просто на коже, а не там, где там у меня брови растут, и поэтому эти маленькие волоски меня не раздражают. Но из-за того, что я редко крашу брови, обычно я их просто зачесываю, еще что-то, я вижу вот эти маленькие волоски, которые выходят за границы моих бровей. Ну, короче, мне хочется их выщипать, а мне хочется, чтобы брови были более густые, не знаю, плотные какие-то. Для этого мне нужно постоянно, чтобы было чем-то накрашено, чтобы я не видела вот этих вот волосков, которые будут меня напрягать. Короче, я думаю, что вы поняли, что я имею в виду, потому что сегодня я себе нащупала так, что, мне кажется, я могла чего-то лишнего отщупать. Как же это выглядит странно. Такие разные, как будто у меня один глаз такой прищуренный, а другой вот такой. Вот это все из-за бровей. Ну, и не только из-за бровей. Конечно, вот это вот наша асимметрия, которая у всех тоже играет роль. Еще ресницы с одной стороны выглядят по одному, с другой по другому, потому что с одной больше выпадает, отрастает, с другой меньше. В общем, асимметрия во всем всегда повсюду. Надо просто с этим смириться. Я наткнулась на игру классную. Мне кто-то посоветовал сейчас. Кто-то мне посоветовал вот эту игру. Потому что здесь можно строить дом, и вообще все классно, и построить так, как мне захочется, и тоже что-то раскладывать, как мне хочется. То есть, делать тоже ремонт, типа хаус-флиппер плюс симс, только, наверное, прям такая хорошая версия, потому что ты можешь построить... Короче. В чем проблема? В симс я могу построить, в принципе, дом, да? То есть, чего я не могу сделать в хаус-флиппере? В симс я могу построить дом, квартиру, что угодно, сколько хочу этажей. Ну, по сути, да? Ну, там плюс-минус сколько их можно. Но вы поняли. То есть, я могу сделать комнаты так, как мне надо. Самой построить. Чего я не могу сделать в хаус-флиппере? Но! В симс я не могу поставить так же классно, реалистично мебель, какие-то штучки. Ну, могу, но как будто бы в симс это выглядит все менее реалистично, мебель, я имею в виду, чем в хаус-флиппер. Ну, по моим ощущениям. А вот эта игра, которая вам показала, это как будто бы комбо, понимаете? Потому что там я могу построить дом. То есть, гипотетически, в этой игре я могла бы построить нашу квартиру, именно так, как я это вижу, как хочу, и потом ходить классно, все это расставлять как в хаус-флиппер. То есть, то же самое, если бы я построила в симс дом, но мне безумно не нравится в симс вот это вот то, что там предлагают. Мебель, аксессуары, мне реально вообще не нравится. То есть, я понимаю, что что бы мне нравилось, это мне нужно скачать кучу гигабайт всяких разных дополнений, которые я когда-то себе уже качала на компьютер, после чего у меня сломался комп, он вырубился, и пришлось его как-то там оживлять, и он оживился аж 2014 года, какое-то последнее сохранение. И все это из-за всяких дополнений, которые я качала, накачала я не знаю сколько. И каждый раз, когда я запускала симс с этими всеми дополнениями, модами и так далее, там, паками, я не знаю, у меня игра спрашивала, типа, ты уверена, потому что мы реально не отвечаем за то, что будет дальше, потому что ты накачала всякой чепухи, и мы не знаем вообще, как будет игра работать. И из-за того, что я всякое накачала, как я говорю, у меня все полетело, но когда я накачала кучу всего, у меня реально был офигенный набор мебели, стильный, модный, молодежный, и я постоянно сижу на вот этой вот, не знаю, не просто сижу, а нахожусь на грани скачать все это, но рисковать жизнью компа, либо просто не играть в это, потому что меня это раздражает, и я хочу играть, мне кажется, симс, это безумно интересно, и я люблю такие игры, где что-то строишь, и я думаю, что даже моим подписчикам это интересно, то есть это интересней моим подписчикам, чем, например, тоже Dying Light, потому что Dying Light смотрела не так много людей, как смотрела Sims. Но проблема в том, что я хочу делать это качественно, красиво, чтобы мне нравилось, чтобы было прикольно, а чтобы мне нравилось, мне нужно кучу всякого говна скачать, ну короче. Состояние сложное, я думаю, что наверняка, если бы я скачала хотя бы, не знаю, гигабайт 10 всякой всячины, просто в моих ощущениях это звучит мало, но возможно это и так дохрена, я не помню, сколько у меня было тогда. Наверное, если бы я скачала 10 гигов где-то всяких прикольных штучек, мебели, декора, там, стены красить, еще что-то, ну, какие-то такие, знаете, то, наверное, мне бы уже и этого хотя бы хватило, чтобы наслаждаться игрой, но я не знаю. Надо посмотреть, потому что каждый этот мод, он может быть каким-то поломанным, странным и так далее. Насколько я знаю, ну, то есть я до какого-то момента качала-качала-качала все эти дополнения, и у меня их было очень много, то есть я могла создавать симов даже так, что это не те вот эти вот варианты в Sims, которые даются, а очень крутые, и одежда крутая, и там макияжи всякие, то есть все это, и я начала все это даже записывать, экран снимала, я помню, строила дом часов 7, наверное, со всякими вот этими чит-кодами специальными, что можно было перемещать предметы удобно, там, делать их больше, меньше, то есть то, что прикольно, поинтереснее посмотреть будет. И я все это дело-дело снимала, не успела ничего рассказать, показать, достроить дом, потому что я вот дело так, вот, прям, не знаю, как это слово, так чутко ко всему относилась, очень много времени тратила на какие-то маленькие детали, а в итоге потом, спустя сколько-то дней, сколько я записывала, играла, сложилась спать, я не знаю, в 8, наверное, утра, у меня просто сломался комп, понятное дело, все это нахер удалилось, и у меня уже были просто вот надежды на то, что у меня комп поживет, а не то, что у меня там что-то сохранилось. Ну, короче, это трэш. Короче, не знаю. В общем, в любом случае мне хочется что-то играть, снимать, возможно, я даже сейчас буду снимать хаус-флиппер, потому что, во-первых, у меня там куча всего классного, мебели и так далее, и дополнений всяких, плюс у меня там животные появились, плюс я там уже столько всего наворотила, накрутила, и когда был Хэллоуин, добавилась карта, но я не знаю, надеюсь, она не удалилась, потому что я все хотела снять, но в итоге как-то не было на это желания, времени, и я не сняла к Хэллоуину, там какая-то комната или дом 404, ну типа несуществующий дом, все это появилось к Хэллоуину, какие-то детальки к Хэллоуину новые, я думаю, что, наверное, это не должно удалиться. В общем, посмотрим, в любом случае, может быть, сегодня даже проверю, кто не в курсе, у меня есть второй игровой канал, там выходят видео, игровые не так часто, но выходят, не знаю, может быть, будут чаще выходить в ближайшее время, посмотрим. Зависит от настроения, и, конечно, на это тоже уходит время, хотя я это дело люблю. В моих планах сейчас снять рекламные стольки, все это смонтировать, отправить, но сначала я, наверное, демонтирую этот влог, поставлю его на загрузку, чтобы он вышел завтра, а конкретно 9 ноября, когда вы смотрите это видео, хотя не знаю, когда вы его смотрите, но на сайте оно будет уже 9 ноября, что хотелось бы рассказать. В принципе, все рассказала такого интересного, что-то еще интересное вспомню, обязательно расскажу. В планах у меня завтра поехать в торговый центр с мамой, не знаю, получится, нет, еще нужно забрать машину с парковки мою. Как вы знаете, у нас есть паркинг подземной, в новой квартире, в которой мы пока не начинаем делать ремонт. Кстати, я все никак вам не покажу дизайн-проект, и мы с вами его никак, все никак не обсудим, но обязательно до этого дойдем. Мне всегда кажется, что мне не о чем снимать, в итоге у меня получается полноценный влог по длине, и я даже не успеваю туда вставить про дизайн-проект. Короче, надо будет найти на это время тоже. В ближайших влогах обязательно это сделаю. Пишите в комментариях, было бы вам интересно послушать мое мнение про дизайн-проект, который нам сделали на новую квартиру, и в принципе, чтобы я его полноценно вам показала, потому что есть моменты, которые мне не нравятся, есть моменты, которые мне нравятся, и как раз сможем с вами обсудить. И у нас есть подземный паркинг, и из-за того, что у нас две машины в семье теперь, с ней такие уж давних пор, мы, понятное дело, не катаемся на двух машинах, это было бы странно, мы чередуем, когда мы в Москве, то мы на двух машинах каждый по своим делам, когда мы едем за город, то, понятное дело, мы едем на одной машине, то на Славиной, то на моей, потому что это было бы странно, если бы мы катались на двух. Мы так пару раз, кстати, делали, потому что мне надо было потом остаться на даче, Славе надо было потом поехать к себе на дачу, или мне надо было поехать на сну, в общем, я не помню, но это, конечно, совсем уж богатские какие-то замашки, кататься на двух машинах. Поэтому, когда мы ездим на дачу, например, на одной машине, другую мы ставим на паркинг под охрану, это тоже богатские какие-то замашки, но мы вообще-то хотим, наверное, сдать в аренду паркинг, потому что мы сдавали паркинг одно время, в аренду одно место, но у нас там стояла еще одна машина, не Славина, другая машина стояла, вот, и мы сдавали одно место в аренду, но поскольку мы там еще пока не начали делать ремонт, и не знаю, начнем или нет, потому что, чтобы начать ремонт, нужно решить точность дизайн-проектом, а мы вроде как его уже закончили, решили, но с каждым днем у меня постоянно появляются разные сомнения, ну и помимо дизайн-проекта нужно, конечно, денег накопить, и в любом случае ремонт мы в этом году точно не начнем, ну дай бог, если начнем в следующем, но я бы хотела, потому что, ну, квартира стоит, и как бы за нее тоже платить надо, и вообще там дом достаточно дорогой, и за один только паркинг каждый месяц надо платить очень много денег, а мы, по сути, там не живем, и паркингом пользуемся просто, как, знаете, какие-то богачи, типа, на какой машине поедем, какую поставим, это просто сумасшествие, и это, конечно, круто, крутая возможность, но я считаю, что это странно, неразумно, и лучше сдать в аренду этот паркинг, и этой денежкой покрывать и паркинг, и коммунальные услуги в квартире, где не пользуемся ни водой, ничем и так далее, ну, пока там никто не живет, понятное дело, и ремонт не делается, ну, короче, в общем, дел много, еще нужно в квартиру новую съездить, подумать, походить, забрать мою машину, которая там стоит, поскольку мы уже приехали в Москву, и что мы со Славой, ну, как бы по своим делам каждый на своей машине ездили, это будет логично и правильно, сфотографировать паркинг, выставить, ну, объявление о том, что сдаем в аренду, не знаю, возьмет сейчас кто-то или нет, там еще достаточно дорогая аренда у паркингов, ну, мы посмотрим, сколько в таких же домах, в соседних и в нашем доме сдают паркинг, если сдают, ну, и как бы такую же цену, наверное, поставим, но я знаю, что реально прям вообще немаленько, и это как бы плюс, потому что паркинг тоже может хорошенько приносить денежку, если ты там не живешь, но не знаю, найдем ли кого сдать, ну, короче, в любом случае уже покажет время, дел много, планов много, куча разных моментов, типа таких, как я вам сейчас рассказала по поводу паркингов, сдать, не сдать, разобраться, подумать, сходить там, посмотреть счетчики, не счетчики, вот эти вот все, короче, всякие такие вот дела, которые не то, чтобы там какой-то классный веселый шопинг в магазине, то есть такая чисто житуха, вот, поэтому все это тоже нужно делать, решать, размышлять, что-то планировать, как обычно, вот, какие-то домашние бытовые дела, ну, что поделать. Еще я постоянно думаю все-таки перешить этот диван, но я не представляю, как это вообще можно сделать, он же такой огромный, и в какой цвет его перешивать? Точно я бы не хотела, чтобы это была кожа или эко-кожа, потому что это неуютно, это некомфортно, и вот эти вот все кожные изделия, они со временем трескаются. У нас, по-моему, у нас, по-моему, диван этот из эко-кожи, хотя он стоил вешенок бабок на тот момент, и посмотрите, что с ним, это эко-кожа, у нас то же самое было с кроватью, как вы помните, наверное, у нас была кровать в спальне такая белая, ну, не белая, а молочная, и она тоже была из эко-кожи, и все вот так вот полопалось с годами. Конечно, этому дивану уже, блин, 7 лет, но все равно, это какой фуй, понятное дело, что постоянно все сидят именно здесь, на этой зоне, это моя кофта, не обращайте внимания, все сидят, ну, как все, у нас особо даже гостей не бывает на этой зоне, а здесь, посмотрите, нормально, здесь-то все норм, тут прям вот единственная хорошая зона, вот эта вот подушка, вот эта часть, а тут трэш. Ну, в общем, я не знаю, что с этим всем делать, мне было интересно, конечно, узнать, сколько стоит перешить этот диван, но каким образом его из этого дома вытаскивать, я не знаю, реально не знаю, и думаю, что перешить такой диван будет стоить недешево. В общем, мне было бы жутко интересно узнать, сколько стоит перешить такой диван, и я думаю, что я узнаю, но к вам другой вопрос. Как думаете, даже если забить на то, сколько это стоит, какого цвета сделать его, учитывая, что у нас тут все белое? Я постоянно думаю о том, что он же, наверное, должен быть белый, мягкий белый диван, класс, да, и дорого выглядит, причем в нашу новую квартиру мы тоже хотим белый диван, ну, вот так вот, не знаю. Просто делать черный мягкий диван, не знаю, коричневый, куда здесь коричневый? Ну да, здесь полкоричневый, но я не представляю, как это будет выглядеть, поэтому в моих представлениях самое мимишное, классное, клевое, что может быть, это белый мягкий диван, но я так боюсь таких штук. Тогда будет страшно на него садиться и так далее, и так далее, но если сделать поверхность такой, что если что-то проливается, то, ну, не впитывается, а просто скатывается, хотя это же не мягкое, тогда будет неуютное. В общем, надо узнать, в любом случае, конечно, в моих представлениях здесь хорошо смотрится либо такой как раз-таки черный, либо белый. Бежевый не знаю, потому что я не понимаю, к чему тут бежевый, тут все с элементами белого. Бежевый здесь только стул с кухни, но он вообще как бы, типа, не в тему, вон, видите? Но суть не в этом, а суть в том, что я вообще хотела от этого дивана избавиться, потому что он громоздкий, огромный, и никто на нем не сидит, это просто бесполезная трата пространства. Ну, не знаю, короче, что делать, в любом случае, я не знаю, куда от него избавиться, и как вообще от него избавиться, и при этом продавать тоже не хочется, потому что сейчас, наверное, такой диван будет вообще, я не знаю, сколько стоить, хотя я так каждый раз думаю про все, каждый год, и думаю, ой, сейчас, наверное, это вообще... Ну, в общем, не знаю, в любом случае, мне кажется, конечно, дешевле будет его просто обширку поменять, тем более, что диван очень крутой, и, ну, хороший он раскладывается, достаточно большой становится, и, в принципе, прикольный диван, вот, и я думаю, что если поменять обшивочку, то вообще будет улет. В общем, на этом я с вами прощаюсь, все, этот влог получился просто полностью болтовней какой-то, но надеюсь, что вам тоже это было интересно, потому что, я знаю, некоторые любят мои видео поставить на фон, не знаю, просто послушать мою какую-то болтовню, как-то отвлечься. В общем, в любом случае, спасибо большое всем за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!